Любой профессиональный дрессировщик это есть психолог для самого животного, потому что ты изучаешь, ты знаешь животного, ты разбираешься прекрасно в нем и прежде всего через психологию. Я сейчас говорю о хороших дрессировщиках, такого топ уровня и говорить о том, что в домашних условиях с собакой надо постоянно вести диалог о смысле жизни, ну это уже похоже на некое шарлатанство. Знаю, что через подобного рода приемы люди просто-напросто зарабатывают деньги и легко развести человека, который не разбирается в собаке, в кошке, в черепахе и еще что-то. В большинстве случаев я уверен, что это шарлатанство самой чистой воды, потому что животные не настолько сентиментальные, не настолько подвержены моральным травмам, что ли, как человек, сравнивать ни в коем случае нельзя. Вот, но иногда помощь такая необходима, то есть если вы понимаете, что, если вы искренне не разбираетесь, почему ваша собака загрустила или почему ваша собака вдруг стала агрессивной, то можете называть это как хотите, психолог или дрессировщик, но, наверное, будет правильно обратиться к специалисту и найти этот раздражитель, найти то, что его вот так вот сильно удручает. В конце концов обратиться к ветеринарам, которые тоже во многом являются некими животными психологами, психологами для животных. То есть помощь специалиста здесь нужна, но надо отдавать себе отчет, что человек, который выведет хомяка из депрессии, скорее всего, шарлатан. Спасибо. Спасибо.